Открытие детского сада, по словам главы Сургутского района, полностью ликвидирует очередь на места для малышей Нижнесартымского. Всего в учреждении будет 15 групп, 3 из которых для детей до 3 лет. В трехэтажном здании будет все необходимое для разностороннего развития. Интерактивные доски, зал для хореографии, бассейн. Для того, чтобы родителям было удобно привозить ребенка, за территорией детсада обустроят парковку. Тут трубы идут вдоль забора, они на трубы не лягут. Хорошая парковка будет. А сейчас получается, что... Не будут кого-то смешать? Нет, они потому что идут вдоль дороги трубы. Стоимость детского сада порядка 470 миллионов рублей. Построили его в рамках инвестиционного договора. Именно это соглашение, по словам заместителя главы муниципалитета Юлии Марковой, стало причиной сдачи объекта раньше, на полгода. Именно форма муниципально-частного партнерства, как инвестиционный договор, нам уже неоднократно показывает именно досрочный ввод объектов в эксплуатацию, поскольку застройщик сам проектирует этот объект. Это сокращает и сроки по проектированию, и в итоге по строительству. Однако детский сад – это не самый масштабный проект, который реализуется в Нижнесартымском. Весной в населенном пункте начали строить школу на 1100 мест. Здание будет нескольких уровней – от двух до четырех этажей. Предусмотрен в нем также 25-метровый бассейн, залы для занятий спортом и хореографией. В этом месяце мы уже заканчиваем розырки, фундаменты, выходим и будем расти вверх. Уже начали четырехэтажное здание. Площадь будущей школы – 21 тысяча квадратных метров, стоимость более 1 миллиарда рублей. Однако по изначальному проекту здание было больше и стоило дороже. Была сложность с проектом, поскольку проект был очень большой. Это порядка 30 тысяч квадратных метров была школа. Соответственно, и стоимость этой школы была порядка 2 миллиардов рублей. Мы не вкладывались в нормативы финансирования, в связи с чем было принято решение о перепроектировании проекта, об изменении конструктивных решений. Соответственно, с «Монолита» мы переходим на панельное строительство. И с учетом грунтовых вод тоже было принято решение о подъеме самой школы. Закончить строительство планируют в конце следующего года. Но чтобы в новых зданиях не возникало проблем с горячей водой и отоплением, в населенном пункте к апрелю 2021-го возведут котельную на 9 мегаватт. Также отремонтируют два котла в уже существующем коммунальном объекте. На эти цели выделили около 11 миллионов рублей. Все те арматуры, задвижки, которые там древние есть. Мы тоже поменяли. Да, абсолютно верно. Чтобы ему уже о котельной года на 2-3 забыли. В ходе рабочей поездки глава посетил и другие объекты образования. В большей степени Андрей Трубецкой обращал внимание на их готовность к началу учебного года. Проверил и детские сады, в которых организованы дежурные группы. Вторую неделю у нас работают дежурные группы. Более полутора месяцев они не работали в этих поселениях. Именно с Артым Лентор Федоровский за тяжелые пицц-обстановки по ковид-19. Ну и хотел побеседовать с заведующими, собственными глазами убедиться, что функционирует нормально, проблем нет. Проверил глава и окончание большого капитального ремонта детской школы искусств. Его проводили в прошлом году. Но тогда не успели закончить работы в актовом зале. На сегодняшний день они завершены. И учреждение полностью готово. Дарья Давыдова, Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости, Нижний Сартымский.